Привет! У меня настроение, знаете, такое сладко-солёное. Бывает довольно часто. Почему я говорю сладко-солёное? Потому что вот сегодняшнее блюдо – это такой хороший завтрак. Ну или модное слово «бранч», то есть такой завтрак, перетекающий в обед. Ну или просто закуска. В общем, вы меня поняли. Это настроение, когда там сливочный сыр, когда фрукты. Делаем закуску из феты с грушей и инжиром. Запечённую. Ну как звучит, а согласитесь. Беру грушу. Груша должна быть очень спелая. Ну такая спелая, знаете, чтобы не разваливалась в руках, а всё-таки держала форму. Но это скорее зависит даже, я бы сказала, не от степени зрелости груши, а именно от сорта. Поэтому для таких вот рецептов, когда грушу нужно запекать, я, как правило, выбираю вот именно этот такой сорт. Вот, знаете, когда груша такая крупная, вытянутая. Вынимаем сердцевинку. Нарезаю грушу вот на такие дольки. Четыре штуки. Укладываю хаотично. Здесь у меня, как вы понимаете, форма такая жароупорная, то есть которую можно поставить в духовку. Это кусочек феты. Фета – это рассольный сыр. В принципе, вместо феты любой рассольный сыр подойдёт. Главное, чтобы он был таким, знаете, сливочно-солёным. То есть у него вкус должен быть не нейтральным, а именно интенсивным. Потому что только тогда имеет смысл соединять этот сыр с грушей, ещё с инжиром. Беру три таких вот ягоды инжира. Инжир – это ягоды, кстати, вы знаете. В Италии называют инжир фигой. Это фига. И ещё называют инжир смоковницей. Итак, сюда теперь мы добавляем оливковое масло. Масло должно быть такое extra virgin olive oil. То есть оно должно быть такого отжима холодного. Масло – это масло максимально яркое, немножко с горчинкой, немножко с такими, вы знаете, вкусными нотами, когда немножечко вот здесь вот дерёт горло. Именно такое масло. Чуть-чуть соли именно на фрукты, не на сыр. А вот перец везде и всюду. И травки. Я считаю, что тимьян здесь будет идеален. Но, в принципе, можно добавить и розмарин, можно добавить любую другую травку. Или смесь травок, например, прованские травы, травы средиземноморской кухни. То есть какие-нибудь такие, у которых в составе майоран, орегано, кстати, и то, и другое здесь тоже будет прекрасно. Ну и, конечно же, тимьян, розмарин. Можно чабрец добавить, который родственник довольно близкий тимьяна. Тоже будет вкусно. Посмотрите, как это красиво уже. Ну, согласитесь. Это уже вызывает аппетит. И вот в этом прекрасном состоянии в духовку отправляется наш будущий шедевр. Пока запекается сыр с фруктами в духовке, очень хочется кофе. Вот я всегда говорю, что лучший кофе – это кофе у меня на кухне. Да, вот честное слово. И не надо сейчас противоречить. Вы просто не пробовали мой кофе. А можете попробовать, если у вас будет такая же кофейная машинка, как у меня. Кофейная машинка Redmond. Вообще она компактная, она симпатичная, она очень удобная. А какая она привлекательная. Ну, посмотрите, какая она стильная, какой дизайн. Но самое главное, какая она мощная, и кофе получается всегда крепкий, но практически как в лучшем итальянском кафе. Управляться с ней легко и просто. Вот это вот сенсорная поверхность. Заряжаю вот так вот кофе. Вы понимаете, да, что все это абсолютно профессионально. Но дома очень удобная ложка. С одной стороны насыпали, с другой стороны утрамбовали. Здесь специальная поверхность для прогрева чашек. То есть, если чашка здесь постоит, она будет такой правильной температуры. Вставила рожок. Какой мы хотим эспрессо? Вот я люблю крепкий эспрессо. Для меня кофе это как напиток, я не знаю, концентрированной радости. Поэтому крепкий эспрессо. Вот она моя концентрированная радость. Стремиться в прогретую чашку. Идеально. Если вы любите капучино, то здесь абсолютно профессиональная насадка для того, чтобы взбить молоко вот в эту пену с мелкими-мелкими пузырьками. Ну и, конечно, есть система самоочистки. То есть, просто все идеально. Итак, кофе мой готов. Это значит, радость у меня струится просто этим утром. А к нашей закуске нужно пожарить немножко хлеба. На разогретую сковороду сливочное масло. Вообще, мы будем такие, знаете, как гренки делать. Но и мне кажется, что любой поджаренный хлеб именно в сливочном масле, он каким-то магическим свойством обладает и исчезает моментально. Еще, может быть, даже не успеваешь достать кусочек ветчины, рыбы, я не знаю, яйцо пашот приготовить, а хлеба уже нет. Поэтому осторожно. Это я просто вас предупреждаю, что хлеб и сливочное масло – это комбинация опасная. Но, впрочем, я думаю, вы это знали и без меня. Итак, обжариваем с двух сторон так, чтобы получилась корочка. Тут знаете, какой есть небольшой секрет? Конечно, можно взять хлеб вчерашний или позавчерашний. Таким образом мы его спасем. Но если вы возьмете сегодняшний багет или батон, ну или там неважно, какой хлеб вам нравится, то он останется мягким внутри и хрустящим снаружи. То есть отдельно получается совершенно фантастический эффект. Как только кусочки хлеба зазолотились с одной стороны, переворачиваем. О, вот она. Вот она, та самая корочка. И не говорите, что я вас не предупреждала. Я вас предупредила, что это страшно опасно – жарить хлеб на сливочном масле. Боже, боже, а запах, а запах. Фантастика. Теперь, тадам! А вот здесь должны быть бурные аплодисменты, я настаиваю. Уж во всяком случае, я убеждена, от своих домочадцев вы их точно услышите. Посмотрите, какая это красота. Почти идеально. Почему почти? Потому что сюда нужно обязательно добавить немного меда. Именно, когда мы вынули из духовки. Вообще, на мой взгляд, купить хороший мед – это не так-то просто. Должны быть проверенные места. В магазинах, на ярмарках много подделок. Так что нужно держать нос по ветру, ухо востро и так далее. В общем, вы меня поняли. У меня есть проверенный продукт, которому я доверяю безгранично. Это мед Берестов. У него 5 знаков качества. Золотая медаль Монт Селекшн. Органическая сертификация, а еще просто потрясающая линейка вкусов. Более 20, вы представляете себе? Есть самые привычные классические, а есть какие-то невероятные. Хвойный, мятный, васильковый. Можете себе представить. При этом это все натуральный мед, а не мусс с добавками. У меня тут есть и каштановый, и липовый. Но, думаю, к нашему сегодняшнему блюду подойдет вот такая вот прекрасная акация. Итак, мед отправляется на сыр и на фрукты. Хлеб спрыгивает со сковороды. Вау, какие сухарики. А дальше хлеб, инжир с медом, сыр, кусочек груши и еще немножко меда. И вот это, я считаю, не завтрак, а мечта. Приятного аппетита. Ммм, боже. Ммм.